Здравствуйте, в эфире программа «Полезный город». Меня зовут Владимир Сметанин, гость студии, депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день, Владимир, добрый день, уважаемые жители Кировской области. В ходе нашей сегодняшней беседы мы собираемся затронуть две темы. Во-первых, это мониторинг сферы розничной торговли лекарствами, ну, попросту говоря, проверки аптек, которые вы проводите. А во-вторых, это возможное введение в нашей стране дополнительных взносов в пенсионный фонд для работающих граждан. Новость, появившаяся буквально накануне. Ну, давайте начнем все-таки с медикаментов. Неоднократно вы в нашей студии рассказывали о том, что проводите эту работу. Речь идет о том, что вы, в том числе, лично приходите в аптеку, смотрите на то, как организована торговля лекарствами. И в прошлый раз вы указывали, в частности, на такую проблему, как в основном на витринах аптек выложены более дорогие лекарства, а более дешевые, соответственно, доступные более, они как-то вот попридерживаются. Как в настоящее время дела обстоят? Ну, хочу сказать, что эта тенденция как была, так и осталась. Это маркетинговый ход, который используют владельцы аптечных сетей. Здесь, к сожалению, мы законодательно пытались это как-то изменить, но не поддержала нас фракция большинства. Но сейчас еще больше есть опасность и тенденция, которая идет. Мы встречались на той неделе с замминистра здравоохранения. Был диалог в Государственной Думе при обсуждении нескольких законопроектов. И я задал ему вопрос по поводу того, что несколько иностранных компаний, которые производят вакцины, в том числе детские, заявили о том, что с Нового года они не поставили ни одной упаковки в Российскую Федерацию. И по их прогнозам в ближайшее время возможен дефицит этих вакцин. На что министр сказал, что у него пока нет информации, и этим занимается другое подразделение Минздрава. Соответствующие запросы я уже направил. Надеюсь, что я получу разъяснение. А в неформальной обстановке те же сотрудники министерства говорят о том, что в связи с резко изменившимся курсом валют, импортные лекарства, естественно, подорожали, изменились с Нового года условия ввоза данных лекарств. И поэтому, да, сейчас наблюдается некая задержка в их поставке. Надеюсь, что наше обращение в Минздрав и соответствующим чиновникам приведут к тому, что это будет исправлено в ближайшее время, а не тогда, когда у нас не останется вообще ничего на складах. Ну и второй вопрос, конечно, хотелось бы получить внятный ответ от региональных властей. Я сегодня пытался сходить в Кагуб, который занимается у нас аптеками, но его руководитель, Коломейцева Галина Николаевна, отказала мне во встрече хотя бы. В принципе, не имела на это никакого права. Надеюсь, что завтра она все же встретится, и нам удастся с ней пообщаться на тему того, какие лекарства есть в наличии в Кагубе, как они прогнозируют выходить из ситуации, когда сегодня в связи с резким увеличением заболеваемости по РВИ и гриппа нет целого ряда препаратов, которые рекомендованы Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения. Ну и, конечно, отдельный вопрос, все ли у нас благополучно с теми лекарствами, которые закупаются для людей, имеющих льготы, и что будет с ценами на 2016 год. Потому что люди в своих обращениях, на встречах, которые я провожу, они задают эти вопросы. Конечно, я хочу получить информацию от первого источника, а не от каких-то чиновников из департамента, которые, к сожалению, не всегда бывают на своих рабочих местах. В какие сроки рассчитываете получить этот ответ, и какие действия собираетесь предпринимать? Если она завтра со мной не встретится, то я, естественно, напишу для начала ее непосредственному руководителю, руководству области, а следующий шаг будет, естественно, обращение в прокуратуру. Про аптеки еще. Все-таки это основные недочеты, недоделки в работе аптек? Или что-то еще беспокоит? Откровенно скажу, беспокоит вот та программа по импортозамещению, которая сегодня идет, и денег выделяется достаточно, но мы видим, что, к сожалению, не в том объеме, и не в том качестве на наши полки попадают препараты, которые имеют отечественное производство. И, конечно, вот здесь, на площадке Министерства торговли, которая занимается этой программой «Фарма-2020», на площадке Минздрава мы неоднократно указывали на то, что хотелось бы все же видеть конкретные сроки по конкретным препаратам. И самое главное, с рекомендованными ценами. То есть здесь мы поддерживаем ФАС, который сегодня проводит политику ограничения цен для импортных, и для отечественных производителей лекарственных препаратов, понимая, что в этой непростой экономической ситуации надо очень внимательно относиться к тому, по какой цене эти лекарства попадут в наши аптеки. Ну, уже вопрос наценки и вопрос корректности о наличии, то, о чём вы сказали, Владимир, доступных лекарств, качественных, хороших, наших, это, конечно, приоритет. А тенденции к удешевлению всё-таки медикаментов в настоящее время нельзя? Я думаю, что при той политике, которая сейчас ведётся, нет. Присните. Политика федерального центра? Ну, и федерального центра в том числе. Снижение цен возможно тогда, когда на рынке есть несколько производителей, и они конкурируют между собой. Это первый вопрос. И второй вопрос, когда социально ответственное государство датирует или финансирует фармотрасль с тем, чтобы цены там можно было регулировать. Третьего ещё никто не придумал. Поэтому, если кто-то предложит третий вариант, я с удовольствием подключусь к этой дискуссии. Пока вот есть два варианта. Или хорошая, серьёзная конкуренция, или деньги с федерального бюджета. Я напомню, что мы беседуем в нашей студии с Кириллом Черкасовым, депутатом Государственной Думы. И вот вторая, уже обозначенная нами тема, это возможное введение в нашей стране дополнительных взносов. Пенсионный фонд для работающих граждан, как сообщили с ним, взнос составит 2%. Мне понравился заголовок в газете «Ведомости», которую написали статью по этому поводу. «Правительство думает попросить граждан скинуться на пенсии». Как Вы оцениваете эту инициативу? Я её оцениваю, и фракция ЛДПР в целом оценивает её резко отрицательно. Мы неоднократно вносили законопроекты о том, чтобы у нас, во-первых, убрали вот тот подоходный налог, единый, который сегодня существует, и перераспределили его в увеличении для тех, кто получает более 2-3 миллионов рублей в год. А мы знаем, что есть целая категория граждан, которые вообще получают больше миллиона в месяц. И вполне логично, если бы они поделились своими доходами. Причём уникальная ситуация, когда в мире наступает кризис, цивилизованные страны, как правило, начинают помогать людям, которые имеют невысокий уровень доходов, и компенсируют их выпадающие доходы. У нас же наоборот. То есть не то, что у Равниловка, у нас собираются брать дополнительно 2% со всех. Тут бы мне хотелось вспомнить недавнюю инновацию по поводу того, чтобы не платить и не индексировать работающим пенсионерам. Их доходы, что, на мой взгляд, кощунственно. С 1 февраля как раз таки. Потому что люди заработали свою пенсию, они хотят пойти и заработать дополнительные средства для себя, для своей семьи, имеют такое желание, возможность. И здесь, мне кажется, вообще должно быть пересмотрено это решение. А второе, конечно, есть второй вариант по поводу пенсионного фонда. Это увеличить страховые сборы с людей, которые получают доход свыше 800 тысяч рублей в год. На мой взгляд, вот это можно обсуждать, причем можно сделать точно так же дифференцированно. То есть на сколько-то увеличить тем, кто получает более 800, и, конечно, в разы увеличить тем, кто зарабатывает 1,5-2-3 миллиона рублей. Этих категорий граждан не так много, и я думаю, что для их бюджета это будет не так катастрофично, как вот эти вот 2% для людей, у которых зарплаты 9, 10, 12 тысяч рублей. Это тот реальный уровень заработных зарплат, который сегодня существует в области. Этот вопрос вы обсуждали с коллегами, с других? Мы сейчас вот только недавно получили информацию о этой инициативе федерального правительства, и я сейчас думаю, что мы с коллегами буквально в течение недели, может быть, 10 дней подготовим свои поправки или внесем встречные законопроекты, которые, конечно, постараются изменить ход вот этих вот инноваций в то русло, о котором я говорил. Насколько все-таки реальное такое новшество или все-таки власти нашей страны подумаются, что называется, и не будут как-то удоражить ситуацию? Потому что действительно затрагивается большая категория жителей страны. Да, затрагиваются все, потому что все, кто работает, они все попадают, причем здесь же попадают не только граждане, но и работодатели, то есть это, естественно, увеличение затрат предприятий. Поэтому я надеюсь, что общественность, экспертные советы, они дадут свою оценку вот этим вот новеллам. И, конечно, мы можем вспомнить последние несколько историй, когда публичное выражение несогласия с тем курсом или с теми реформами, которые происходят в адвейных подотраслях, оно давало положительный эффект, то есть прецеденты такие есть. Спасибо. На этом завершаем беседу с депутатом Государственной Думы Кириллом Черкасовым. Напомню, что эта программа «Полезный город». Спасибо. Спасибо, Владимир. Всего хорошего. До свидания.